Добрый вечер, уважаемые слушатели! Меня зовут Залесова Виктория, доктор эндоскопист, хирург GMS клиника. И сегодня у нас с вами прямой эфир по связанной с онкологией желудочно-кишечного тракта. Пожалуйста, задавайте вопросы, а я пока, вот у меня тут много вопросов от слушателей написали, очень интересно, я пока буду, да, отвечать, читать и отвечать. Скажите, пожалуйста, секунду, как слышно? Да, как слышно? Все ли хорошо? Соня будет контролировать, в этом пишите. Напомню, 4 октября всемирный день борьбы с раком, и поэтому мы вот в связи с этим такие прямые эфиры устраиваем. Давайте первый вопрос. Подскажите у мамы и ее родной сестры онкология кишечника. У меня дивертикулярная болезнь. Моя вероятность онка возрастает. Да, действительно, возрастает. И еще мне рекомендуют делать колоноскопию раз в год. Нужно ли так часто? Ну, при заболеваниях вот у девушки, я так поняла, или женщины, у женщины, дивертикулярная болезнь и неспецифический язвенный колит. Действительно эти заболевания, неспецифический язвенный колит является таким предраковым заболеванием. Но колоноскопию надо делать. Частоту определяет доктор-клиницист. То есть, если это активизация процесса, надо делать колоноскопию, смотреть, насколько активный процесс, брать биопсию. Затем вы все равно же проходите лечение у доктора-клинициста, гастроэнтеролога либо проктолога, тот, кто вас лечит. И как раз он определяет частоту проведения колоноскопии. Не всегда это нужно делать раз в год. Возможно, если ремиссия достаточно такая хорошая, долгая ремиссия, может быть, это раз даже в три года, в пять. Опять же, возраст. Какой возраст у вас? У молодых чуть почаще делаем. Уже вот в этом как раз аспект. Давайте дальше пойдем. Существует ли зависимость между питанием, вероятностью онкологии ЖКТ? То есть, если правильно питаться, снижается ли вероятность возникновения болезни? Если да, то какие продукты надо исключить? Слышала, что потребление красного мяса повышает риск. Так ли это? Очень хороший вопрос. Знаете, действительно, вот многие продукты являются канцерогенами в плане вот именно желудка и кишечника, то есть трубки кишечника, желудочно-кишечные, будем говорить, не железы, там печень, поджелудочная железа, а именно такая желудок и кишечник будем брать. Везде это пишут, красное мясо является канцерогеном. Ну, вот я даже специально посмотрела Всемирная организация здравоохранения в пятнадцатом году целые вот такое исследование. Вопросы и ответы о канцерогенности красного мяса мясной продукции. Красное мясо у нас это все виды мяса, мясная продукция переработанное мясо. Сосиски, сардельки, там все копчение, маринованные продукты мясные, соленья, это вот мясная продукция. Так вот, вот именно красное мясо относят к группе 2А, то есть продуктам, вероятно канцерогенным для человека. Что это значит? Это значит, что эта категория основана на наличии ограниченного объема фактических данных, полученных по итогам эпидемиологических исследований. Проводили эпидемиологические исследования, это Всемирная организация здравоохранения, да, то есть это даже не Россия. И указывают связь вот между, вот такую связь, группа 2А. То есть вероятно канцероген. Это красное мясо. Другой вопрос, вот мясная продукция, группа 1, то есть это канцерогены для человека. Абсолютно. То есть к этой категории относятся те факты канцерогенности, да, то есть достаточный объем фактических данных среди эпидемиологических исследований. То есть есть такая наука еще, эпидемиология, она тоже медицинская наука, эпидемиология. Вот такие вот исследования проводили. Ну, вообще, в принципе, красное мясо, да, действительно повышает риск развития рака желудка. Однако, что-то говорят, говорят о питании. Питание действительно влияет, да, питание должно быть здоровое, сбалансированное, режим питания, естественно, также влияет, да. Приготовление опять же, то есть лучше свежие продукты брать, приготовленные только что, вот пищу кушать. Конечно, ограничить маринованные, консервированные все продукты. Так что, вот такие моменты. Вопрос. У мамы был рак сигмовидной кишки. Надо ли мне 41 год, брату 42 года, проходить профилактическую колоноскопию? Ни разу не делали? Жалоб со стороны кишечника нет. Или только в случае показаний. Значит, что касается рака толстой кишки, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует, как скрининг, скрининг, делать полоноскопию, начиная с 40-45 лет. Даже 40 лет. Раньше было 45, сейчас вот снизили буквально в мае месяце 2018 года до 40 лет. То есть, как скрининг. Желательно сделать? Опять же, колоноскопия должна быть качественной. Колоноскопия, эндоскопическое исследование толстой кишки. Качественно. Вот у меня здесь основные критерии качества колоноскопии. Тоже очень важно. Как ее делать, где делать, в какой клинике делать. Есть разные показатели именно качественной колоноскопии. Если качественная колоноскопия сделана, то вы потом 10 лет, вам доктор говорит, вот вы 10 лет можете вообще забыть про это исследование. То есть, такая профилактика. Это, что относится к критериям качества? Это подготовка кишечника. Очень важно. Завершенность процедуры. Очень важно. Обнаружение патологии. Обнаружение полипов. Показатель выявления аденом. Так называемый. Тактика ведения этой патологии. То есть, правильная надлежащая техника удаления аденом. Техника удаления полипов. Вот у нас в GMS клинике мы используем такой инструментарий одноразовый для удаления. Это различные иглы, петли. Там такие девайсы. Лигатуры, клипсы и так далее. То есть, это тоже очень важно. Насколько качественно она проведена. Поэтому очень много людей делают. Потом колоноскопию приходят, переделывают. Здесь не доделали. Там не досмотрели. Здесь не видно было. Подготовка была плохая. Поэтому, конечно, лучше сделать. Начать так в 40-45 лет. Подумать об этом. Подготовиться. Найти клинику. Найти врача. Перебью вас чуть-чуть, Виктория Геннадьевна. Сразу вопрос текущий. Что такое завершенность колоноскопии? Завершенность колоноскопии, то есть, это осмотр всей толстой кишки. Всех отделов. Это прямая кишка. Сигмовидная кишка. Ободочная, которая состоит из трех отделов. Нисходящая, поперечная, восходящая ободочная. Слепая кишка. Купол слепой кишки. И еще 20 сантиметров тонкой кишки. Вот такая вот завершенность. Во многих центрах, поликлиниках до конца колоноскопию не делают. Не завершают. До конца всего различных причин. Вот такие вот моменты. Так. Так что лучше сделать. Мне 55 лет жалоб нет. Наследственность не отягощена. Иммунохимический анализ скала на кровь отрицательная. Надо ли делать колоноскопию? Да, надо. Опять же, вот что касается колоноскопии. Вот в 40, если нет никаких жалоб, иммунохимический тест, опять же, отрицательный. Вот 45 лет, 40-45 лет уже нужно об этом думать. Вот как-то, опять же, морально подготовиться, физически. И сделать, опять же, качественную колоноскопию. Почему? Потому что вот все эти полипы, эпителиальные образования, да, чем они меньше размером, конечно, их удаление намного проще, вот, и радикально. Это не значит, что вы там через год снова должны приходить. Нет. Ну вот. Так что лучше сделать. Какие виды раков входят в понятие рак ЖКТ? Только ли рак желудка или каких-то еще органов? Ну, если говорить ЖКТ, переводим, да, желудочно-кишечный тракт. Это трубка, желудочно-кишечный тракт. Это пищевод, желудок и кишечник, которые делятся на тонкую кишку, толстую кишку. Это тракт, вот, трубка, да, будем говорить. Но пищеварительная система, рак может быть в любом из этих отделов. Менее, меньше всего раков тонкой кишки. Дистолой, морфологическая структура, структура рака в этих всех отделах по трубке, если говорить, пищевод, желудок, различные. Вот. Но если говорить о пищеварительной системе, то туда еще входят железы, крупные железы. Это печень, поджелудочная железа, печеночные протоки. Там тоже может быть онкологические процессы. Вот это пищеварительная система. А вот ЖКТ, как тракт, да, трубка, это пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка. Таким образом. Так, какие ощущения, признаки может почувствовать человек, если у него уже есть рак желудка, но он еще об этом не знает. То есть, в какой стадии достигает рак желудка, когда человек уже начинает чувствовать боли, дискомфорт и прочие визуальные проявления. Ну, что касается рака желудка, значит, вот в Японии, например, в Японии рак желудка достаточно актуальная проблема, но вот они, выявляемость рака на ранней стадии, это 85%. То есть, ранний рак желудка, это то, что можно выявить эндоскопически и эндоскопически же сделать резекцию, то есть, не нужно делать большую полостную операцию. Что такое ранний рак желудка? Это рак, который, или тяжелая дисплазия, уже такие термины гистологические, которые на только, значит, затрагивает слизистую оболочку. Слизистую оболочку. Вот такие моменты. То есть, вот они достигли результатов выявления, хотя у них распространенность рака желудка достаточно вот большая, 85%, но вот выявляемость именно раннего рака тоже высокая. За счет чего? За счет скрининга. У них гастроскопия с 30 лет обязательна. Обязательна. Вот. Скрининг они проводят, делают гастроскопию, различные методики, то есть, конечно, оборудование экспертного класса с различными световыми фильтрами. И плюс хромоскопия, то есть, это окрашивание слизистой оболочки. То есть, вот совсем маленькие-маленькие, вот у меня тут картинки, тоже различные варианты эндоскопических. Вот Япония у нас в таком виде. Ну, какие, конечно, четвертые, вообще, если есть какой-то дискомфорт в верхних отделах, да, живота в желудке, дискомфорт, какая-то тяжесть, какое-то вздутие, какое-то неприятное ощущение. Если это постоянно прогрессирует и носит такой уже характер, как-то на протяжении уже до трех месяцев постоянный характер, да, надо обратиться к врачу, надо обратиться к гастроэнтерологу, к терапевту. То есть, делать гастроэнтерологу, и тут уже не важно, сколько вам лет, если честно. А уж если 30 лет, то скрининговую гастроэнтерологу надо сделать. Под местной анестезией, либо под внутривенной седацией, не важно. Уже, когда, конечно, в нашей стране, вот по данным международной организации, рак желудка занимает четвертое место в мире среди онкологических заболеваний в мире. А вот, а среди онкологической смертности рак желудка, это второе место смертность. Понимаете, в чем дело? Поэтому, какой-то дискомфорт, еще раз, сделайте обследование, придите к врачу. У нас, когда уже четвертая стадия, идут такие проблемы уже неприятные, как связанные со стенозом, непрохождением пищи, да, то есть это может быть уже и рвота, какие-то ощущения и так далее. Теперь, вот, опять же, у людей, которые имеют какие-то язвенные анамнез, какие-то уже проблемы гастроэнтерологические, на что должны обращать? На изменение жалоб, да, допустим, пациенты ходят, вот знают, что у них, ну, грубо говоря, запоры, там запоры, и тут вдруг раз и диарея, вот, ни с того ни с сего. То есть вот такая смена каких-то клинических симптомов тоже должна насторожить у человека. Вот, поэтому вот такие вот моменты надо, конечно, учитывать. Так, какие факторы, помимо генетики, могут влиять на риск развития рака желудка? Генетика, да, факторы, ну, конечно, это пища, канцерогены, ну, вот, здесь все это, экология, безусловно, но здесь это, в принципе, на онкозаболевание. Экология, окружающая среда, загрязнение, это все может быть. Вот, существует ли понятие, как склонность к образованию полипов? Ну, странное такое, как бы сказать, понятие. Понятие, скорее всего, не существует. Есть семейный аденоматоз такой, это генетический такой семейный синдром. Вот там, да, но это генетическое заболевание, о нем узнают достаточно рано, и тогда, тогда да. А так, если при колоноскопии удаляются полипы, это не значит, что, там, через год они вот тут вырастают сразу же, снова и так далее. Нет. То есть, все достаточно индивидуально, но если колоноскопию, допустим, проводим, удаляем полиповидное образование, эпителиальное образование, ну, считается, что, смотря, конечно, количество их, размер и так далее. То есть, в принципе, либо через год делается контроль, либо через три года контроль делается колоноскопически. Дальше, если их нет, и рецидива нет, то есть, снова они возникают на этом же месте, качественно все удалено, резекция произведена, то, в принципе, до пяти лет можно данное исследование не делать. Вот, можно ли сказать в организме, что, у которого обнаружили полипы в желчном пузыре, значит ли это, что такому человеку нужно начинать регулярно делать колоноскопию в довольно раннем возрасте, к 30 лет. Ну, вот, полипоз желчного пузыря и полипоз кишечника, да, или желудка не связаны еще, не связаны. Полипы в желчном пузыре в основном это холестеринового, да, то есть изменение функции желчи, да, желчеводящих путей. Вот, развитие полипов в желудке, в кишечнике тоже вообще совершенно разное. Если, вот, в 30 лет, если нет никаких жалоб кишечных, связанных с кишечником, колоноскопию можно не делать, подождать до 40 лет, 45 лет. Достаточно ли одного теста КАЛ на скрытую кровь, или нужно делать несколько, при условии, что в целом жалоб нет. Раз в год делать, да, иммунохимический тест КАЛ на скрытую кровь. Раз в год, если нет никаких жалоб, можно. У мамы в 48 лет обнаружили рак сигмовидной кишки, по ее стеклам делали тест у генетика, который показал, что этот рак у нее приобретенный. Поэтому некоторые доктора мне сказали, что мне можно выдохнуть и не переживать по этому поводу. Значит, этот тип рака не передается по наследству. Действительно ли это так? Действительно ли я могу не брать внимания генетический фактор в моей ситуации? Мне 27 лет. Сложный вопрос. Здесь очень индивидуальный такой вопрос. Все-таки, да, действительно он приобретенный. Но какие факторы, опять же, риска в 48 лет у мамы рак сигмовидной кишки? Что, допустим, курение? Фактор риска. Да, рака? Курила она, не курила? Неизвестно. Сложно сказать. По наследству, по наследству. Ну, генетический фактор, да, может быть. Ну, понимаете, все-таки сначала обратиться, наверное, надо к гастроэнтерологу, проктологу, провести какие-то скрининговые, может быть, тесты, иммунохимический тест кала на скрытую кровь провести сначала. Просто, чтобы поспрашивал вас, там, даже терапевт, ваш образ жизни и так далее. То есть колоноскопию нужно будет делать, другой вопрос в каком возрасте. Потому что 48 лет достаточно ранее такой возраст. Опять же, в какой стадии был рак в 48 лет, тоже вариант. Очень часто мы, например, при колоноскопии удаляем полипы, и не всегда большие, то есть где-то сантиметр, и уже в полипе там вот есть клетки аденокарцинома, то есть рака. Считается это эндоскопическое лечение, да, то есть это рак на ранней стадии, когда ножка полипа не затронута процессом. Поэтому, смотря какой здесь рак в 48 лет. Так, не могу ли, сохранить надо вот эти вопросы. Обязательно сохраним. Анальные трещины и операции по их удалению не могут ли явиться провоцирующим фактором онкологии? Насколько он провоцирует? Конечно, вот анальные трещины, они могут быть свидетельством такой заболевания, как болезнь крови. Поэтому сам по себе это не рак, не онкология, это просто такое заболевание, считается предраковым, специфическое лечение у него. Поэтому колоноскопию в любом случае надо сделать, да, и сколько операций было проведено по поводу вот именно трещин, удаления. Потому что в области анального канала немножко другой эпителий плоскоклеточный. И вот сам рак, он плоскоклеточный, то есть не аденокарцином, а плоскоклеточный. Он немножко так течет более сложно, и его выявить так же сложно. Но вообще-то множественные операции именно вот в этой области, да, могут таким фактором. Насколько там, какой возраст опять же. Так, у мамы диагностировали в 63 года, вторая стадия была. А, это вот девушка... Это кто? Это про оберации анальной трещины. А, ну вот, в 63 года, видите. Это вот получается рак чего у неё? Анального канала тогда, да, анальные трещины? Или кишки, вторая стадия анального канала или кишечника. Ну, это момент. То есть это два разных, две разные онкологических таких группы. То есть анальный канал, другой эпителий, другая слизистая, плоскоклеточный. Вот. Немножко по-другому течёт, лечится по-другому. Так. А вот отвечает как раз та девушка, с которой писала, что сигма в кишка. А, то есть сигмовидной кишке был, да? Да, вот ураг в 63 года. Ну, вот опять же, делала она колонская пью или нет. Здесь тогда уже не связанные вещи абсолютно. То есть если доктор-практолог лечит анальные трещины, да, и вот операцию просто делает, я понимаю, множественно. То есть, безусловно, перед этими операциями он должен удостовериться, что в кишечнике полностью, вот 2 метра толстой кишки, всё нормально. Нет полипов, нет никаких провоцирующих факторов для онкологического процесса. Поэтому, перед тем, как делать операцию, что-либо делать в области анального канала, надо сделать колонская пью. Здравствуйте, с лета после перенесённого сильнейшего стресса начался синдром раздражённой кишечника. Подробно не буду рассказывать с ними, наблюдаясь в вашей клинике. Прописывайте специальные троги любви. Хотя симптомы любви, что-то зимой не прошло, но прошло. Сейчас прикладываю всё, прикладываю, на эти зимы, всё нормально. Ну, и назначение, да, я давно не помню, да. Помог в Турции пробиотик. Тоже на время. Может ли это быть в начале стадиона? Держка, например, ракшина запущена. Ну, вот, опять же, синдром раздражённой толстой кишки, вообще синдром раздражённого кишечника, ставят только тогда, когда исключают все органические процессы по желудочно-кишечному тракту. В том числе по пищеварительной системе, в принципе. То есть вам надо сделать колоноскопию, и исключить какие-то эпителиальные образования, процессы в толстой кишке. У нас недавний был случай. В клинику обратилась женщина. У неё был достаточно такой вот, такая прям том, я бы сказала, истории болезни. Пришла на колоноскопию женщина 40 лет. Пришла на колоноскопию, целый том, я не буду говорить, из какой клиники, её обследовали, сделали всё, кастроскопию, рентген, все исследования практически сделали, поставили диагноз, кроме колоноскопии. Поставили диагноз синдром раздражённой толстой кишки, это вот в Москве, не где-то там. И отправили её к психотерапевту. Она нашла психотерапевта в центре Москвы, пошла к нему, и вот доктор сказал, что без колоноскопии вас лечить не буду. Пришла на колоноскопию рак слепой кишки. Вот, пожалуйста. Поэтому есть такой диагноз синдром раздражённого кишечника. Ставится, когда диагноз ставится, когда исключаются все образования, все органические образования, либо это функциональный диагноз. По пищеварительной системе. Колоноскопию надо делать. Здравствуйте. У мамы был рак желудка, обнаружили 54. Повышается у меня риск возникновения. Нужен им генгоскопию каждый год. Не трясающе. Проблема с ЖКТ. Гастрит удалён из желудочных труда. Ну вот, риск повышается, действительно. Если вы уже сделали гастроскопию в 31 год, вот отсюда уже нужно опять же смотреть. Гастрит есть. Опять смотреть надо, есть ли хеликобактер, микроб, который поддерживает гастрит. Насколько грамотно гастроскопия выполнена. Удалённый желчный пузырь, о чём это говорит, это может быть забросы желчи в желудок. То есть постхолецистоктомический синдром. Заброс желчи в желудок, переизбыток желчи, потому что желчный пузырь является депо желчи. Если его нет, получается, что если вы не наблюдаетесь у гастроэнтеролога и не принимаете периодически какие-то препараты, определенные, то желчный пузырь будет забрасываться в желудок. К чему это может привести? Это может привести к атрофии слизистой желудка и к кишечной метаплазии. Атрофический метапластический гастрит является предраковым заболеванием. После каскаду кореа, так называемому, это может привести к раку. Поэтому насколько часто вам надо делать гастроскопию, это вот уже совершенно другой вопрос. И у кого вы наблюдаете? Вы должны наблюдаться у гастроэнтеролога обязательно. Раз в год хотя бы, даже если у вас нет никаких симптомов, у вас все хорошо, вы все-таки придите к врачу, к гастроэнтерологу, пусть он вас посмотрит, послушает, как вы провели год, как вы питаетесь, все ли у вас в порядке. Раз в 2-3 года надо делать гастроскопию. 2-3 года обязательно. Если нет никаких жалоб. Если жалобы есть, то приходите, надо смотреть, лечиться, периодически пропивать препараты. Здравствуйте! Теоретически интересно узнать про метод диагностики, когда глотают капсулы. Используется ли это в России? Ваше мнение про это. Капсульная эндоскопия действительно такой современный метод. В России используется редко пока еще. Мало кто знает, умеет. Достаточно хорошая такая методика. Я думаю, что это в дальнейшем будет даже скрининговая методика осмотра, в частности толстой кишки. Капсулы бывают тонкокишечные. Это не принесла с собой. Может быть, вот здесь покажу. Сейчас найду. Тонкокишечные, которые смотрят тонкую кишку. И толстокишечные. Именно толстую. Ну, здесь какой вот минус в толстой кишке? Если, допустим, капсула проходит, она осматривает, делает там 3 кадра в секунду. Время работы, вот, допустим, тонкую кишку смотрят за 4, считается 4-5 часов. То есть, пациент глотает капсулу. Здесь вешается такой ресивер. Это, ну, считывает информацию. Она снимает где-то 3 кадра в секунду. Вот 4 часа работы капсула, это тонкая кишка. И где-то, значит, часов 8, это если смотреть толстую кишку. Они немножко разные. Как скрининг, это хорошая методика для толстой кишки, да? То есть, мы смотрим, она хорошо достаточно видит полипы, эпителиальное образование. Но она не может взять ни биопсию, ни удалить. Но, по крайней мере, это как скрининг. Но, в чем минус, она дорогая. Дороже, чем колоноскопия. То есть, дешевле сделать у нас в России, это у нас в России, дешевле сделать колоноскопию под внутривенной седацией, чем капсульную эндоскопию. Хотя, в Европе сейчас капсулу используют даже при желудочно-кишечных кровотечениях и стационарах. То есть, пациенты глотают капсулу, он прямо в режиме реального времени, потому что пациент в стационаре, в режиме реального времени доктор смотрит на мониторе, на компьютере, как она проходит, видит источник кровотечения, и тогда уже делают эндоскопию. Для чего? Для того, чтобы эндоскопию либо гастроскопию, энтероскопию, энтероскопия – это осмотр тонкой кишкой, специальным эндоскопом, колоноскопию, смотря где источник, и останавливают этот источник кровотечения. В нашей стране, я не знаю, как в стране, в стране даже вообще мало используют. В Москве в основном, в Москве, Санкт-Петербурге, используют в основном тонкокишечную капсулу для осмотра и исследования тонкой кишки. Незаменимый процесс – это при анимеях, то есть, когда мало гемоглобина, где-то какие-то скрытые желудочно-кишечные кровотечения, то есть теряется кровь, теряется гемоглобин. И при отрицательной гастроскопии, колоноскопии, когда надо все-таки выявить источник, вот делают капсулу. При болезни крона, также капсулу для тонкой кишки используют. При каких-то синдроме малиабсорбции, нарушении всасываемости, капсулу назначает все-таки гастроэнтеролог. То есть, в любом случае, когда у вас есть какие-то симптомы, то нужно обратиться к гастроэнтерологу со своими жалобами, назначить обследование. Если это исследование будет необходимо, то, пожалуйста, обращайтесь. Такой методикой я владею. Своебразный метод диагностики, но он будет развиваться, безусловно. Так, все еще сказать. Да, как раз текущий вопрос. Колоноскопию проводят только под анестезией? Нет. Колоноскопию можно проводить без анестезии. Это, конечно, такое болезненное исследование, но, например, в нашей клинике мы используем СО2 не просто воздух, а углекислый газ через специальный такой СО2-энсуфлятор подается в канал. Для того, чтобы увидеть кишечник или желудок, его надо раздуть, то есть подать туда воздух. В основном используют у нас в Москве, а уж в России тем более, просто воздух, то есть там кислород, азот и так далее. А вообще в Европе, в Америке используют именно СО2-углекислый газ со специальным эсуфлятором. Для чего? Он быстрее всасывается через слизистую и выводится быстрее из организма. И, конечно, безусловно, пациенту более комфортно, нет таких сильных болей во время процедуры, особенно после процедуры. Поэтому колоноскопию можно делать без седации, в любом случае надо смотреть очень индивидуально. Если у пациента были какие-то операции, на животе даже тот же аппендицит, аппендоктомия, если у женщин какие-то гинекологические операции были, то, конечно, такой риск болезненности, более болезненный, все равно он повышается. Почему? Потому что при колоноскопии в основном сигмовидная кишка, левые отделы, имеет брыжейку, так называемую, то, что поддерживает эту кишку, кишечник брюшной полости. Она имеет очень выраженные такие сосудисто-нервные пучки, в особенности иннервацию, очень выраженные. И вот при прохождении аппарата, при раздувании, проведении аппарата, такие боли, они такие слакообразные, спастические, они существуют. Конечно, у нас есть различные методики, чтобы это там и пальпация живота, и мы перекладываем пациента на какой-то другой бок, на левый бок, на спину, в общем, что-то вот делаем, да, за дыханием следим, вот, можно сделать, и без внутривенной седации. Лучше я рекомендую под внутривенной седацией делать. Комфортнее. Кациенту, доктору. Девушка, которая задавала вопрос про маму, которая 48 лет, с обнаружением рака с гомовидной кишки, дополнила, что мама не курила, и что у неё была сразу обнаружена третья стадия. Это просто дополнение. Какие-то асимптомы тоже никаких не было. Ну, просто, может быть, и не знаете, обращайте, где-то, про 48 лет, а ей 27 лет. Да, 27 лет, да, да, да. Ну, вот, видите, как, если бы, то, я бы, сделала, если бы, меня спросили, да, я бы, вот, в 27, в 30, приходите на колмоскопию. Понимаете, если там нет никаких образований, сейчас вот, носить эпителиальные образования, полипы, они настолько сейчас молодеют, что, прям вот, конечно, у нас ухудшается экологическая обстановка, да, все-таки питание, опять же, очень стрессов много, питание, много, много, генномодифицированных продуктов, все эти, преработанные мясные продукты, все это мы употребляем, значит, не всегда, вот, удается, да, следить, за таким режимом, правильным питанием, поэтому, просто, скорее всего, у нее были, может быть, какие-то симптомы, просто она не обращала на это внимание, вот, либо вы не знаете, какие-то изменения со стулом, какое-то, опять же, вздутие, изменение стула, да, там, стул должен быть ежедневный, оформленный, там, утром или вечером, какие-то вот симптомы, все равно, как-то вот были, поэтому, молодой возраст, вам, 27 лет, приходите в 30 на колоноскопию, и отсюда уже можно будет дальше, если образования никаких нет, будете сдавать калу на скрытую кровь, там, ежегодно, и 10 лет не приходить уже на колоноскопию, но с чего-то надо начать, а так вы будете постоянно думать, на мой взгляд, так. Следующий вопрос, какая профилактика и лечение дисплазии кишечника, нужно ли приходить какое-то лечение после удаления полипа, если он доброкачественный? Да, доброкачественные полипы, ну, удаляются эндоскопические, действительно, доброкачественные полипы, они могут быть с дисплазией, дисплазия бывает легкой степени и тяжелой степени, ну, тяжелой степени, две, да, это уже такие гистологические, это то, что смотрят, то есть мы удаляем, как врачи-эндоскописты, а гистолог, доктор-гистолог, в микроскоп смотрит уже гистологическую структуру, структуру клеток, и вот дисплазия, это, скажем так, извращение этих клеток, тяжелой степени считается такое уже как предраковое заболевание, но все-таки это еще не рак. Удаление это считается радикальным лечением, а удаление даже полипа с легкой степенью дисплазии, или полипа с тяжелой степенью дисплазии, это считается радикальным лечением. Другой вопрос, когда сделать контрольную колоноскопию. Лучше провести контрольную колоноскопию у того же доктора, у которого вы удалили, чтобы он посмотрел. Можно, конечно, и у другого, но тогда, чтобы были описания, протоколы, где был удален полип и так далее. С легкой степенью дисплазии, опять же, надо смотреть размеры полипа. Обычно, все-таки, я рекомендую, если у пациентов сама удаляю полип, даже если там легкая степень, если он маленький, одиночный, удаление прошло все спокойно, то, в принципе, можно через 3 года сделать колоноскопию. Если, все-таки, допустим, это первичная колоноскопия, удалено порядка 6 до 10 полипов, и какой-то там из них есть дисплазия легкой степени, то лучше через год сделать снова проверку. И если ничего не будет, тогда пациента, ну, я лично лет на 5 отпускаю при качественной подготовке, качественной колоноскопии. Если все критерии качества соблюдены. Если дисплазия в полипе тяжелой степени, то в любом случае вы наблюдаетесь у клинициста, гастроэнтролога или проктолога. Вот, и нужно, я бы сделала иммуногистохимию данного полипа, чтобы определить именно по такие, как бы, сосуды, насколько вот именно микрососуды. Вот, и посмотреть, сделать компьютерную томографию органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Ну, вот, ну, в любом случае, через год колоноскопию надо повторить. Это при удалении полипа, если есть дисплазия в полипе тяжелой степени. Через год точно, однозначно. Если это крупный полип, то даже через полгода. То есть, в любом случае, это так решается коллегиально, то есть врач-эндоскопист, хирург, проктолог или гастроэнтеролог, то есть врач-клиницист, который еще плюс этого пациента ведет. Дополнительное обследование, компьютерная томография, органы брюшной полости обязательно нужно исследовать. Так, следующий вопрос. Многие люди боятся диагноза онкологии. Насколько хорошо поддается лечение онкология ЖКТ? Да. Ну, действительно, такой вопрос актуальный. Боятся онкологии, боятся делать исследования. Вы знаете, в современном мире, в настоящее время, все-таки медицина шагнула достаточно хорошо вперед. И онкология лечится, особенно рак толстой кишки, да и желудка тоже, желудочно-кишечного тракта. Поэтому как-то опускать руки, бояться не нужно. Надо найти врача, найти клинику и бороться, бороться с этой болезнью. Безусловно, делать поэтому... А такие исследования, скрининговые исследования, гастроскопии, эндоскопические исследования, особенно тоже бояться не надо. Нужно вот, видите, сейчас у нас прямые эфиры, где-то какие-то издания есть, книги, газеты, знакомые. Поэтому, пожалуйста, задавать вопросы, спрашивать, делать исследования. Уж если установлен этот рак, ни в коем случае не опускать руки, а бороться. Многие сейчас и оперативные вмешательства, и химиотерапевтическое лечение, все достаточно на высоком уровне. Еще вопрос. При колоноскопии можно геморрой и дальние узлы склерозировать сразу? Может ли врач делать это сразу, во время колоноскопии? Ну, симультанная так называемая операция, то есть вот у нас в GMS-клинике это мы проводим. Если есть геморрой, геморроидальные узлы, и доктор-проктолог-хирург видит, и это надо склерозировать, либо там делать другой вид какой-то операции по геморрой-дектомию прямо, то есть удаление прямо этих узлов. Склерозирование, это вводится склерозант, то есть он сморщивается, грубо говоря. А удаление, это прямо удаление этих узлов. Но перед этим исследованием, перед этой операцией делается колоноскопия. То есть пациент готовится к колоноскопии, специальная подготовка, специальные препараты. Выполняется колоноскопия, выполняется скрининг такой. Удаляются полипы, если они есть в кишечнике, эпителиальное образование. И затем доктор-проктолог в этот же наркоз, внутривенная седация, это или спинальная анестезия, делает операцию по удалению. То есть два хирурга работают. Один врач-эндоскопист-хирург, и затем уже хирург-проктолог, который удаляет геморрой дальнейшую. И главное, что это оптимальный случай вот так делать. Как раз так и надо. Вопросов пока текущих больше нет. Друзья, задавайте вопросы, пока есть возможность покажать наше время. А, вот как раз. Чем вы рекомендуете готовиться к колоноскопии? Как, чем? Специальные препараты, то есть действительно подготовка кишечника к колоноскопии, проводится такими специальными очищающими препаратами. И именно качество подготовки, как раз от этого и зависит качество колоноскопии проведенной. Это один из критерий. Поэтому сейчас много разных препаратов. Лучше готовиться к колоноскопии двухдневной схемой. То есть это препараты из Фортранс, Мовипреп, Пикапреп. Есть таблетированный препарат, называется Колокит. Колокит, так называемый. То есть для людей, которые не могут пить какими-то большими объемами, предпочитают таблетки. У меня была молодая девушка, она говорит, я говорю, почему? Колокит, колокит. Я говорю, почему? Потому что, говорит, не могу это, а таблетки может пить. Поэтому, пожалуйста, здесь можно выбрать. Вот схему подготовки. Я написала у нас на сайте в GMS клинике, все написано, расписано. Лучше делать двухдневную, двухэтапную подготовку. То есть препараты пьются вечером накануне исследования и утром в день исследования. День за 6 часов до исследования. То есть если у вас исследование назначено на 12, 13 дня, 2 часа дня, то вторую порцию вы пьете там утром где-нибудь с 6 до 8 утра, таким образом. Препаратов много, они все достаточно хорошо работают. Новый изиклен у нас есть препарат. Следующий вопрос. Какие абсолютные противопоказания для колоноскопии или нежелательные факторы? Абсолютные. Абсолютные это такие, как инфаркт, инсульт, инфаркт миокарда, инсульт. Вот это абсолютные. Конечно, толстая кишечная непроходимость. Никто не будет делать колоноскопию. Это уже стационарные такие, знаете, заболевания. Это пациенты, которые стационарные, тяжелые пациенты. Абсолютные противопоказания. Вот так. Больше, наверное, нет. Здравствуйте. По колоноскопии в 12-перстной кишке, как бы в кавычках название, высыпание в виде манной крупы. О чем это говорит? В остальном все в норме. Ну, во-первых, 12-перстную кишку, вам, скорее всего, смотрели, это при гастроскопии, не колонос, но и толстую кишку. Гастроскопия предполагает осмотр пищевода желудка и 12-перстной кишки, и то не все, только части 12-перстной кишки. Вот манная крупа, так называемый, это лимфостаз, то есть это стаз и закупорка мелких лимфатических сосудов. Это воспаление, отек тонкой кишки говорит, а, скорее всего, это может быть даже либо синдром избыточного бактериального роста, так называемый СИБР в народе, это гастронтерологическая проблема. Связана также она может быть с дискинезией желчеводящих путей и спазмом, например, сфинктерауди, то есть вот такие вот, в основном это даже с желчеводящими путями связаны. И синдром избыточного бактериального роста, СИБР также. Об этом может быть. Это гастронтеролог ваш должен разобраться с этой проблемой. Возможно сделать еще посев кала на бактериальную флору, на грибы, бактерии, вот, чтобы исключить вот этот СИБР так называемый. Надо делать УЗИ с функцией желчного пузыря, вот таким образом. То есть к гастронтерологу надо обратиться с этим. Вопрос. Если после колоноскопии наступает обострение, как быть? Обострение чего? Ну, колоноскопия сама по себе не может быть триггером какого-то обострения. Вот, если заболевание уже острое, там не специфически язвенный калий, да, мы выполняем исследование для того, чтобы брать биопсию из патологических зон, потому что он сам няк, не специфический язвенный калий, является таким предраковым заболеванием, да, вот, по-другому обострение, обострение ничего. Выполняется все, аппараты у нас стерилизуются, то есть проходится дезинфекция высокого уровня, все это по таким алгоритмам, постоянно берутся смылы с оборудования, с эндоскопов, с моечных машин. Болезнь крона в ремиссии после колоноскопии наступило обострение. Это вот та девушка, которая спрашивала про обострение. Не встречалась тоже с таким. Ну, надо колоноскопия болезни крона. А крон где? В тонкой кишке, наверное, да, или в толстой? Надо к гастроэнтерологу своему обращаться. А вы, проходит ли она лечение какое-то или что? Как проходит внутривенная седация при колоноскопии? Внутривенная седация достаточно комфортно. Пациенты переносят, конечно, волнуются перед, потому что там вроде бы теряют контроль какой-то, да. Но колоноскопия проводится под внутривенной седацией. Это такой медикаментозный сон, можно сказать. Вот, выполняется доктором-анестезиологом, анестезистка. Сначала ставится внутривенный катетер, внутривенный катетер. И через него вводится препарат пропофол. Это не наркотический анальгетик, такой гипнотик. Вот, и пациенты спят спокойненько, мы делаем колоноскопию. Вот, контролируется проведение этого пропофола, контролируется доктором-анестезиологом. То есть, если есть какие-то такие симптомы пробуждения, он немножко добавляет этого препарата. То есть, она четко контролируемая. Как только исследование заканчивается, препарат не вводится, и пациент просыпается. Чаще даже самостоятельно просыпается. Вот, затем проводит у нас в палате пробуждение минут 20-30. Завтрак мы предлагаем пациенту. Ну, конечно, когда покушает, пациент после колоноскопии лучше чувствует. Препарат быстрее элиминируется из организма, разрушается он в печени. Вот, и уходит домой. То есть, все комфортно проходит. Вопросов больше нет в текущих. Друзья, сейчас многие задавали вопросы, на которые врач уже ответил ранее в эфире. Поэтому в записи все ответы все могут посмотреть. И если что, если какой-то будет еще вопрос, можете задать нам личные сообщения, мы ответим. Вот, поэтому скажем, Виктория Геннадьевна, большое спасибо. Всем хорошего вечера, эфир будет сохранен. Всем спасибо.